Джаред Лето, Рассел Кроул, Джонни Депп – довольно известные музыканты. Но кроме них, есть и другие актеры, которые не просто увлекаются музыкой, но и записали собственные альбомы. На заре своей карьеры Бен Барнс видел себя в музыке и собирался стать музыкантом. Он участвовал в мюзиклах, работал в музыкальном театре, выступал в составе бойбенда Хирисса, который представлял Британию на Евровидении в 2004 году. Но они проиграли, и Барнс переключился на телевидение и кино. По его словам, он более 20 лет мечтал записать студийный альбом. И, наконец, в этом году записал Songs for You и снял. Билли Боб Торнтон увлекался музыкой еще со школы, выступал в разных группах, работал в дорожных командах музыкальных групп. У него есть музыкальная группа The Boxmasters, которую он основал в 2007 году. Он ее вокалист и барабанщик. Билли Боб записал 12 альбомов, 10 с группой едва самостоятельно. Группа гастролирует, а ее альбомы удостаиваются похвал музыкальных критиков. Один из видеоклипов можно. Хью Лори с шести лет учился играть на пианино. Он умеет петь, играть на барабанах, пианино, гитаре, саксофоне и гармошке. Он клавишник и вокалист благотворительной музыкальной группы Band From TV, состоящей из известных актеров, что привлекает публику и позволяет собирать средства на благотворительные цели. Песня в исполнении этой группы, The Rolling Stones You Can't Always Get What You Want, использована в саундтреке сериала Dr. House. Лори записал два альбома, в 2011 и 2013 годах, и несколько синглов. Посмотреть видео можно. В 90-х годах Киану Ривз стал одним из основателей музыкальной группы Докстер в жанре альтернативного рока, а также ее басистом и бэк-вокалистом. Они выпустили два альбома и распались в 2002 году, в том числе и потому, что у Ривза не было времени из-за плотного графика съемок. Здесь можно посмотреть. Будущий дамбудер Ричард Харрис записал 14 альбомов. Один из его синглов стал золотым и попал в хит-парада, а один из альбомов номинировался на Грэмми. Видео. В 2004 году Роберт Дауни-младший записал свой первый и единственный альбом, получивший смешанные отзывы. Так что актер больше не пытался. В 2007 году Райан Гослинг сделал свою первую звукозапись, а в 2008 году в составе рок-дуэта Дэтмен Эс Боунс записал альбом странненьких песен в стиле инди-рок, которые не пользовались особым успехом. Гослинг заявлял о намерении записать второй альбом, но пока этого не произошло. Джеки Чан – это не человек, а турбодизель. Он снимает и продюсирует фильмы, снимается в них самый, записывает музыку. Начиная с 80-х годов, Джеки выпустил 20 альбомов, а всего записано более 100 песен на пяти языках. Часть из них стала саундтреками к его же фильмам. Он также записал музыку для летних Олимпийских игр 2008 года и исполнял песни на закрытии игр. Его увлечение музыкой началось с уроков вокала, которые он брал еще в детстве в школе пекинской оперы. В 80-х годах Чан был довольно известным певцом в Азии, когда на Западе о нем еще не знали. Послушать можно. Кифер Сазерленд записал два альбома в стиле кантри, в 2016 и 2019 годах. В январе следующего года выходит еще один альбом. По словам актера, музыка для него тоже, что и кино, возможность рассказать историю, просто другим способом. Видео можно посмотреть. Многим зрителям было интересно, чем занимался Макалей Калкин, когда пропал с экранов. Так вот, не только предавался нехорошим излишествам, он был участником группы The Pizza Underground, которая исполняла музыку в стиле пародийного рока. Калкин выступал с группой и записывал песни, а выступления у них были очень эксцентричными, например, на концертах, согласно тематике группы, зрителям раздавали пиццу. Продолжение следует...